О том, как поставленные задачи будут реализовываться на практике, мы спросили премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова. Первое интервью в должности глава правительства дал главному эфиру. Почему министрам следует изменить подходы к работе? Какой будет программа деятельности правительства на 2015 год? И как долго сохранится жесткий контроль над ценами? Впрочем, разговор касался не только государственной деятельности, а профессиональным и личным. Прямо сейчас, в нашем эксклюзивном интервью. Прямо скажем, вы заняли кресло премьера в непростое довольно время, не только для нашей страны, в том числе и для других стран. Понятно, что так или иначе мы будем ощущать влияние вот этих глобальных процессов. Но все же, что будет делать правительство для стабильного развития экономики? Главная, ключевая проблема – это диверсификация экспорта. Традиционные рынки, где мы привыкли работать, где мы умеем работать, это прежде всего рынки СНГ, прежде всего Российской Федерации, испытывают определенные затруднения в реализации белорусской продукции, не только белорусской. Поэтому главная задача, которую поставил президент, не теряя позиции на традиционных рынках, заняться диверсификацией экспорта, выйти в те регионы, в те страны, которые менее чувствуют сегодняшние экономические проблемы, и в которых Беларусь в силу сложившейся структуры производства может занять свои ниши. Это прежде всего касается стран, так называемой дальней дуги. Это наши, прежде всего, азиатские партнеры, это прежде всего Китай, Вьетнам, Индонезия, Индия, страны африканского континента, Латинская Америка. Там есть потребность в нашей продукции, как сихозпродукции, так и продукции машиностроения. Ну а лучше всего, конечно, остаться в объемах производства на традиционных рынках, там добавить и добавить в странах дальней дуги. Вторая проблема – мы должны привести свои потребности к нашим возможностям. Если вы помните, был ряд совещаний у главы государства по подготовке бюджета на 2015 год. Изначально правительство готовило бюджет и вносило его в администрацию президента. Я в то время был как раз главой администрации. Исходя из прогноза на нефть, где-то порядка 100 долларов за баррель. Потом корректировка уже была, уже когда документ находился в администрации, перед окончательным докладом, 83 доллара. В силу вот такой неопределенности и, в общем-то, уже явно наметившейся тенденции, что тех прогнозных цифр, которые были заложены в закон о бюджете, их уже, скорее всего, не будет. Поэтому мы должны научиться жить по средствам. То есть мы должны привести свои потребности к нашим возможностям. Это говорит о том, что мы должны очень внимательно посмотреть на свои бюджетные расходы. Естественно, речи не идет ни о каком сокращении социальных расходов, выплат заработных плат и так далее. Но, тем не менее, то, от чего можно отказаться сегодня, наверное, придется отказаться. Или, допустим, решить эту проблему чуть позже, то или иное финансирование. Третий момент – это финансовое состояние предприятий. Мы должны внимательно посмотреть проблемы, возникшие в связи с новой такой экономической обстановкой. Выбрали для начала 30 предприятий. Это примерно 20% объема всего промышленного производства страны. И в, скажем так, содружестве или в таком тесном кооперационном сотрудничестве органов управления, естественно, этого предприятия, отраслевых органов управления, местных органов власти, банковской системы, мы будем искать развязки с тем, чтобы эти предприятия нормально функционировали. Я хочу сказать откровенно, что зарплата должна быть заработанной. Естественно, определенная поддержка будет оказана. Но самое главное, что предприятия сами должны прилагать к этому усилия. Главное – наличие конкурентоспособной продукции, качественной продукции. Ну а остальное, я думаю, что, в общем-то, нет нерешаемых проблем. Ну и еще один важный момент – это цены. Вы знаете, когда прошла определенная коррекция курса, очень у многих появился соблазн побежать вслед за этим и с ценовыми предложениями. Мы ни в коем случае не должны допустить ценовую гонку. Это примерно как на корабле. Вот если, не дай бог, какая-то усложнилась погодная ситуация, и на этом корабле вдруг несколько паникеров начнут кричать «Ай-ай-ай», значит, то, естественно, это приведет к сложности управления, скажем так, в шторм всей командой. Поэтому надо сделать так, чтобы не было бегства за повышением цен. Мы будем регулировать, мы будем подсказывать, мы будем направлять, будем говорить с субъектами хозяйственными, с организациями о том, чтобы не допустить вот такой ценовой разбалансировки. Наверное, это вызовет определенную массу вопросов. Мы будем стараться на них отвечать. Наверное, кто-то что-то на этом потеряет. Да, наверное, эти потери будут и конкретный субъект хозяйствования. Но президент предъявил конкретное требование. Мы не должны убить бизнес. Бизнес должен работать. Но если при этом придется, как говорится, сучить рукава, может быть, как говорит наш глава государства, раздеться по пояс, где-то свои затраты, опять же, привести в соответствии с возможностями, то это надо необходимо делать. Но никак не устраивать гонку на перегонки с тем, чтобы разбалансировать всю экономику. Вы заговорили про цену. Вот вопрос, который, наверное, волнует большинство белорусов. Означает ли это, что сохранится такой жесткий, серьезный контроль за потребительским рынком, и приходя в магазины, люди не будут видеть, как довольно стремительно меняются ценники, причем необоснованно? Жесткий контроль сохранится, но он не будет вечным. То есть это жесткий контроль на переходный период, когда прошла коррекция курса, когда, в общем-то, велик соблазн оставить все как есть для тех, кто работал раньше в комфортных условиях рынка. Рынок изменился, ситуация изменилась, возможности изменились, поэтому нужно всем поджаться. И для того, чтобы не было разбалансированности, вот такая будет жесткая временная регулировка цен. Как только, скажем так, будет сформировано понимание и, скажем так, приведено в соответствие потребности с возможностями, в общем-то, естественно, от такого жесткого регулирования мы откажемся. Представляя вас депутатом, глава государства обозначил ключевую задачу премьер-министра. Это четкая координация всей работы правительства. При этом сказал о том, что правительству по старинке работать негоже. Вот скажите, означает ли это переход к неким новым методам управления и в чем заключаются устаревшие методы? Вы знаете, президент еще говорил о новой роли министра. Что министр должен отвечать за веренную ему отрасль. Что прекратить вице-премьером или премьеру указывать министрам, что нужно делать, и эти постоянные совещания, там, согласования, там, прочее, прочее, прочее. С одной стороны, вроде бы задача премьеру и вице-премьеру. Ну, прекратить напрямую рулить министрами. С другой стороны, это очень серьезное требование к министрам. То есть, должен измениться функционал в работе министра. Ведь в чем основная проблема, скажем так, которую критикует и указывает на которую президент? Что министр ходит, все время что-то согласовывает, что-то просит. Его постоянно, значит, как-то ему отказывают, потом вице-премьер дорабатывает, там, потом правительство что-то просит. Дело в чем, что нужно перестать просить. То есть, многие министры из прежнего состава, да и, в общем-то, традиционно, я же 10 лет в правительстве работал, многие министры сводят свою работу к тому, чтобы получить побольше денег из бюджета, сверх того, что предусмотрено на законном бюджете, и получить какие-то льготы для тех организаций, которые им подведомственны, которые не предусмотрены на законодательство. Ну, а поскольку это какие-то исключительные случаи, то, естественно, что их коллеги, там, Минфин, Минэкономики и ряд других соприкасающих с ними, они, естественно, пишут замечания, они против этого. И потом вся эта склока приходит в правительство, где в ручном режиме начинается определенное регулирование интересов, баланс, баланс этих интересов. Так вот, надо просто в этом плане раз и навсегда навести конкретный порядок. Не надо ходить ни за льготами, ни за дополнительным бюджетным финансированием. Тебе верена отрасль, есть инструменты определенные, занимайся ей. Не только подведомственными организациями, а всей отраслью. И для этого есть соответствующие инструменты. Банковская сфера, международное сотрудничество, естественно, бюджет, естественно, та система льгот, которая принята в государстве, но не более этого. Вот если это будет соблюдаться, то и меньше будет этих совещаловок, указаний, там, прочее и так далее. И на это должна быть направленная работа. Это есть расширение полномочий министров, о которых говорил президент? Или что-то еще стоит? Ну, это частичка, это, естественно, концепт, что называется. Но, конечно, будет целый ряд. Мы сейчас анализируем внимательно полномочия. Если будет необходимость, мы, соответственно, нормативное закрепление для этого сделаем. Но я просто сказал главное. Как только министр перестанет просить, соответственно, у него резко поднимется собственная же полномочия. То есть он должен находить развязки в рамках тех возможностей, которые есть. Я думаю, это главное. Министр должен стать министром для всей сферы, а не для избранных. В ближайшее время должны подготовить программу развития правительства. Скажите, как идет работа над этим документом, когда следует ожидать его появления? И, может быть, можно раскрыть некоторые направления, которые содержат документы? Мы определились так, что программа деятельности правительства будет на ближайший 2015 год, поскольку год будет очень непростым. И нам нужно очень его уверенно пройти. И будем готовить прогноз социально-экономического развития на 2016-2020 год. Мы постараемся сделать упор на то, чтобы оценка деятельности больше сводилась от количественных качественных показателей. С тем, чтобы мы в большей степени занимались не индивидуальной поддержкой и протекционизмом, а больше развитием конкуренции и дебюрократизации. Собственно говоря, это известные принципы, и их очень непросто реализовывать в повседневной работе. Но в этом направлении будем проводить работу. Но еще раз подчеркиваю, главное на 2015 год мы должны обеспечить сбалансированное поступать на развитие страны. Сбалансированное, еще раз подчеркиваю, поскольку внешняя ситуация очень непростая. Мы живем не только в период таких кризисных явлений в мировой экономике, но и в период действия экономических санкций по отношению к нашему основному торгово-экономическому партнеру. Поэтому наша траектория должна быть очень выверенной. С тем, чтобы мы гарантированно обеспечили те социальные стандарты, к которым люди уже привыкли и, в общем-то, которые не гоже уже в 21 веке отказываться. Поэтому главное для нас не сделать хуже, может добавить чуть-чуть лучше. Вот главная для нас задача на 2015 год. Вот в рамках тех, той ситуации, которая сейчас фактически складывается. Насколько я знаю, вот этот год, он для вас знаковый не только в смысле карьерного роста, но и, может быть, возраста вам исполняется 55, у вас будет юбилей. Скажите, вот новая должность для вас, это личный вызов новой возможности, что-то еще? Такая должность, это, во-первых, огромное доверие. Президент же говорил, что людей, которые способны эту работу выполнять, их немного, но и достаточное количество. Президент сделал выбор в мой адрес. Это огромное доверие. Поэтому очень хочется показать хороший результат. Я готовился к этому интервью и поймал себя на мысли, что вы, в принципе, человек непубличный, если брать ту сферу, которая не касается профессиональной деятельности. Понятно, что до сей поры у вас свободного времени было немного, сейчас, наверное, его будет еще меньше. Скажите, все-таки, а вот чем занимается, чем увлекается премьер, помимо государственной службы? Я увлекаюсь успехами сына, скажем так, и, естественно, дочери. Поэтому мне больше занимают их результативность в тех начинаниях, которые они делают. А я этому стараюсь в себе способствовать. Мы хотим пожелать вам, на самом деле, все же большего наличия свободного времени и плодотворной работы на новые должности, потому что от той эффективности все же зависит будущее, наверное, каждого из нас. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо. Спасибо.